Здравствуй, меня зовут Оксана, и ты зашел на АСМР канал Оксана АСМР. Для просматривания и прослушивания видеоформата АСМР я предлагаю тебе одеть наушники, потому что говорить я буду шепотом. И для получения максимального АСМР эффекта. Сегодняшнее видео у нас будет опять с мылом. Сухое мыло, очень сухое мыло. Я взяла два сухих мыла. Это цветок апельсина, а это какой-то сладкий миндаль. Одно и весь роман. Они такие небольшие молочки. И вот такие симпатичные. Мне кажется, прекрасно звучат. И вот так цена появится. Пыль. Сушить некуда. Ой, запахло обалденно на самом деле. И так, моя хорошая. Фу, в пле больше не буду царапать. Это уже слетит оно у нас. Пока я тут открываю второй кусок мыла. Я хочу передать привет всем своим любимым, дорогим подписчикам. Всем, кто меня любит. Всем, кто смотрит мой канал. Всем, кто ждет мои видео. Кто пишет мне письма, комментарии. Ставит лайки, дизлайки. В общем, всякое бывает, да? Привет вам всем, мои хорошие. Я вас очень люблю. Одна девочка меня попросила постучить по сухому мылу чуть-чуть. Ну, я стучу вот. Видите? Очень сухой. Два таких кирпичика. Из двух таких кирпичиков. Там у меня есть видео. Это было хозяйственное. Было такое с узорами красиво. Но это тоже французское, по-моему. Ох, боже. Лучше не нюхать. Простите. Радик много пахнет, конечно. В общем, привет вам все мои золотые. Вот ножичек. И сейчас я вам потихоньку, помаленьку, чтобы было аккуратно, сколько шелеврирующим предмет. Мы им порезают оно прежде. Я передам привет шести человекам, человечкам и подписчикам, которые меня это попросили в своих комментариях. Я передаю привет Миша Медведеву. Миша Медведев. Это первый. Анна Сиван. Привет, Анна. Сережа Поспелов. Привет, Сережа. Александра Вагнер. Привет, Александра. Я тебя помню. Всех я вас помню. Полина Шелудько. Привет, Полиночка. И Армен Шерванян. Привет, Арменчик. Привет, все мои хорошие. Ну что скажу, хочу сказать. Если эти приветики, которые вы просите меня передавать, будут расти с геометрической прогрессией, то я вряд ли смогу снимать видео. Ну просто будет все время уходить на передачу привета. Поэтому давайте как-то это будем делать дозированно, мои хорошие. Итак, приступим к резке мыла. Что-то у меня как-то освещение сегодня, я не пойму откуда. Вот здесь вот оно искусственно, отсюда, отсюда естественно. Ладно, зайки. Все при резке мыла. Я буду молчать. Чтобы вы могли вполне насладиться этим триггером. Так. 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 И так. Так. Помоги. Возьмите лицо. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Потому что мыло очень живое, но зато оно пахнет божественно, и такое белое, как снег, новогодняя тема. Так, по одному туалет дорезаю. 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 Для пяти морселье, да? Для пяти морселье. Или как оно там называется? Снега у нас нет. Ну вот, здесь поиграется. Белое, как снег, крошки. И так, мои хорошие. И так, на этом я буду заканчивать это видео. Я порезала вам два очень сухих, очень-очень сухих белых мыла. Они очень запашистые. Ну прям все, как я люблю. Все хорошо. Такие очень твердые мыла. Просто они туалетные. В них, наверное, много масла какого-то. И они так резались. Мягко, не жестко, но мягко. Но тем не менее, я себе руку уткнула нашу. Поэтому я никого из вас, моя хорошая, я знаю, что меня смотрят очень много детей. Я никого из вас не призываю повторять вот такие вот эксперименты. Никого. Это вообще не детское дело. Резать твердое мыло. Да и, я не знаю, вам лучше колбасу резать. Да и что-нибудь вкусненькое у мороженого кушать. Не надо заниматься. Повторять вот это вот все. Ладно, мои золотые. Вся кухня у меня пахнет. Теперь этим мылом напитить на морозилье. Я буду на сегодня, вот видите, на сегодня я буду обращаться с вами. До следующих встреч. Думаю, в следующей встрече у нас будет завтраки. Ничего не произойдет. Я не знаю. Да, на субботу с воскресеньем есть планы. Нам нужно с мужем, короче, пошить ему новогодний костюм. Вот так, да, мы хорошие. Корпоративный дух. О, я-то не работаю. А вот и Мрившев сказал, в этом году прикасал, чтобы все пришли в новогодний костюм. И не как тебе как попало, а чтобы все были героями мультфильмов. Вот так вот. Мой сказал, что он будет карлосным. Я говорю, дай мне, из этого швота. Так ты похож на карлосный? Нет, вот это девчонки сказали, что Руслан похож на карлосный. Пусть будет карлосный, он не толстый. Нет, у него просто есть чуть-чуть животик, но он уже взрослый мужчина. В общем, завтра или завтра мы пойдем, наверное, в ателье. Ему надо шить штаны. Там простой костюм. Белые штаны испугиваются из кнопки вентилятора. Он сам уже умеет сделать, знает как. У меня муж такой рукастый. Нам нужно просто пошить белые штаны с одной лямкой. Зеленая рубашка у него есть. Рукава подвернет. Вот еще пари крышек купить вообще было. Ой, я же не могу. Ну ладно, он мне еще сегодня позвонил, сказал. Я уже спросил, говорит. А можно жены с собой взять вообще на такие мероприятия? Жен, ну как бы не приглашают. Это же у них как бы, ну не жеными, не мужей. Я говорю, ну ты скажи, что его жена у меня не рабочая сидит, он никуда не ходит. Ей тоже же хочется на корпоративе. Я раньше когда работала, я работала очень в большой компании. Тайюта Цуха Казахстана. Потом меня заградили. У нас были такие роскошные праздники. И не только Новый год и 8 марта. День рождения дает и все-все-все роскошные. Я конечно это было вообще что-то. И теперь я два года уже не работаю, как мышь, сижу дома. И вот он спросил, что я говорю, можно жена у вас с собой. И что я сказала, в качестве исключений с уважением к тебе можно. Я говорю, ты про костюм не спросила. То, что мне муж, чеймовочка сделается. Или красная шапочка. Он говорит, нет, про костюм он прям молчал. Я говорю, слава богу. Я пойду как приглашенный гость просто в красивом платье. Ладно, я тут с вами заболталась, как всегда. Как всегда. Мне ж поговорить, как говорю, кроме собаки низким. До вечера, с утра до вечера. Я вас очень сильно всех люблю. Я вас уважаю. Пишите мне, ставьте лайки, дизлайки. Пишите все, что думаете. На видео. Те, кто посмотрел уже мои видео, Мои видео смотрят, но еще не подписался. Подписывайтесь на мой канал. Команда наша станет еще больше. И тоже наш корпоративный дух будет еще сильнее. И мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Чем больше народу, как говорится, больше кислорода. Ну давайте, мои хорошие. Я вас люблю, целую. Пока, Оксана.